Крепкий Орешкин 2 Мы к вашему приходу Знаем, что вы, естественно, будете все-таки говорить О том, что происходит В российско-украинско-американских отношениях Такой треугольник у нас Интересантов выстраивается Провели специальный вопрос Об ожидании наших соотечественников По следам заявления, которые накануне Прозвучали от Пентагона Где, значит, обвинили Россию В продолжении наращивания войск У границ Украины Мы у наших слушателей в Ютубе и зрителей Спросили по их мнению, будет ли война с Украиной В ближайшее время Я, коллеги, вам хочу сказать, что результаты опроса Проголосовало 705 человек Я вот их не вижу, хочешь я угадаю 70 на 30, что будет 75% Посчитали, что никакой войны не будет И, соответственно, только 15% Посчитали, что война возможна Значит, я ошибся Вот такие цифры у нас Ну, радио для умных людей Большинство Мне кажется, вполне рационально оценивают ситуацию Я сейчас попробую Я хотел с другого начать Но, коль скоро вы Эту тему затронули То я немножко разверну Свои предварительные наметки Значит, смотрите Одно дело Слова Пространство пропаганды Пространство Рациональных объяснений Действительности Или не очень рациональных И совсем другое дело Презренная материальная практика Ну, короче говоря Есть ли у России Достаточное количество ресурсов Чтобы Противостоять В том числе военных Дипломатических Финансовых Людских Для того, чтобы Противостоять Условному западу Интерес которого В данной ситуации Если верить В нашей пропаганде Представляет Украина Так вот По моему убеждению Нет И я могу Это подтвердить Официальными данными По государственному бюджету На 2022 год Которые опубликованы В виде пояснительной записки К закону о бюджете На сайте Государственной думы Вообще Вот Надо не смотреть На то Что нам Рассказывают По телевизору Разного рода Обеспокоенные люди А на Сухие цифры Ну, например Там Вот По телевизору Или для нас С вами Спикер Госдумы Господин Володин Говоря про бюджет Произнёс Следующую фразу Именно через бюджет Мы ищем Возможность Помочь людям В решении Проблем Так сказал Спикер И может быть Даже кто-то Ему поверил Но вот Конкретные цифры Что мы видим В бюджете На 2022 год Несмотря на пандемию Финансирование Здравоохранения Урежут На 117 миллиардов Рублей С 1,3 Практически 4 десятых Триллиона До 1,245 Триллионов На 8,6 Процента Меньше Чем В 2020 Году Потому что Видимо В 2020 Году Как считают Законодатели Было многовато Потрачено Из-за ковида Надо бы сократить А ковид Не отдельной строчкой Разопространить Нет Это медицин Это медицинские Траты Куда Нет такой статьи В бюджете Борьба с ковидом А может быть Россияне Меньше стали болеть Наверное Кроме того Россияне Очень ударными Темпами Освобождаются От Старичья Которая Которая Болеет Чаще Пенсионеры У нас Вымирают В первую очередь В этом смысле Можно сэкономить То же самое С социальной Политикой Я сейчас Вернусь К войне Значит Многовато Раздали Пенсионерам Военным Семьям С детьми Перед Выборами В двадцатом Году Поэтому В двадцать втором Году Сокращаются Социальные Расходы Выборы Прошли Народ Нечего Баловать Количество Пенсионеров Сокращается Причем Впрочем Военным Пенсионерам Прибавили На круг Четыреста С лишним Миллиардов Рублей На пенсии А в целом Социальная Политика Как графа Была сокращена Примерно На шесть Целых Две десятых Вернее так Она была Сокращена Примерно На шесть Процентов А в натуральных Цифрах Это Шести Целых И двух Десятых Триллиона До Пяти И восьми Десятых Триллиона То есть Пенсионеры Будут получать Поменьше Семьи С детьми Будут получать Поменьше Ну и Прочие люди Которые Рассчитывали На поддержку Государственного Бюджета Но Что здесь важно То что Сэкономили На медицине На экономике На соцподдержке Это в сумме Около Шестисот Сорока Миллиардов Получается Почти вся эта сумма В бюджете Удетно-силовые дела Абсолютно Правильно Это максимальный За десять лет Прирост финансирования Силовиков И вот теперь К войне Это я думаю Силовики у меня Вчера сидели В моем этом Немецком пивнике Так в мое окно В мир И там много Полицейских Следаков Такие И вояки Периодически Сидели За Владимир Владимирович Троекратное Вам А ну Влоги уже в хламину Им же есть На что выпивать И соответственно Будет еще больше Потому что статья расходов На национальную безопасность И правоохранительную деятельность Увеличивается С 2,4 триллиона До 2,8 триллиона На 17 процентов Сразу Такого мы не видели С 12-го года Когда силовиков Начали срочно подкармливать После Болотной При этом Вот это самое важное Применительно К войне Ассигнования на национальную оборону Тоже выросли На 129 миллиардов Но это всего лишь На 4 процента Рост То есть Внутренние угрозы Верхам Кажутся Если верить Деньгами Примерно в 4 раза Более важными Чем внешние Если исходить Из объема затрат То есть Они Там же сидят Разумные люди Они понимают Что никто Не собирается Нападать на Россию Кому охота Конфликт иметь Со страной Напичканной Ядерным оружием Не дай бог Еще и победят Тогда им надо будет Брать ответственность За 145 миллионов человек Их как-то там Кормить Или вообще О них заботятся Это в их Планы не входит И в Кремле Это прекрасно понимают А по телевизору Значит Тут Патриотическая общественность Раздувает пузыри Что мы в кольце врагов Надо сплотиться Надо затянуть пояса Вот вы это главное Не забудьте сделать Чтобы дать отпор То есть Вот такое Совершенно очевидное Расползание Такой военно-патриотической Риторики В телевизоре И Сухих Данных По бюджету Не чувствуют ли себя Генералы военные Генералы Обделенные В данном случае Обделенными Ну это вам виднее Вы с ним выпиваете Браво Там младший Сержантский состав Ну он видимо удовлетворен Потому что на самом деле Их содержание Из года в год Повышается Просто полицейским И Спецслужбистам Платят Будут платить В новом году В четыре раза больше Чем армейцам Вот такая Суровая правда При этом И те и другие Будут получать Значительно больше Чем пенсионеры Бюджетники Ну и все остальные Плюс конечно Что важно Опять же Это признак Рациональности Нашего правительства Бюджет профицитен То есть Налоговые сборы Вырастут Почти на полтора Триллиона рублей Расходы всего На Двести шестьдесят Там с лишним Миллиардов То есть Образуется Заначка Почти полтора Триллиона Которые пойдут На пополнение Фонда Национального Благосостояния Которые В валюте кстати Хранятся В рублях Нет А часть конечно В валюте Потому что Люди же опять же Грамотные Там Они понимают Что считается он В рублях А держится в разных Видах Финансовых Инструментов В нынешней ситуации Фонд национального Благосостояния Надо уже Воспринимать Как фонд Национальной безопасности И это правильно Потому что Если война И будет То она будет Экономической Она будет Финансовой И конечно Владимир Путин Накапливает Боеприпасы В виде там Долларов Или евро Или золотых Запасов Потому что Понимает Что если Будут какие-то Глобальные конфликты То они будут Проходить на Пространстве Экономических Трудностей Правильно Я понимаю Вот логический Вывод Из вашего Рассказа Что фонд Национального Благосостояния Это на самом Деле потенциальный Зарплатный фонд Для силовиков Внутри страны Ну не только На случай Экономических Санкций На случай Экономических Санкций На случай Экономических Проблем На случай Ограничения Внешнего Экспорта На случай Падения Цен на нефть Чтобы была Заначка Это абсолютно Правильная Здравая Рациональная Позиция Но Они опять же Радикально Расходятся с тем О чем нам говорят Нам говорят Что проблема В стратегических Авианосцах В танках В том Что вокруг Враги А в действительности Готовятся К экономическим Трудностям Естественно За счет Населения То есть Социальные Выплаты Сокращаются А вот Наращивание Этого Этой Заначки Прокладки На всякий случай Идет Ускоренными Темпами В общем Это довольно Грамотно Но Обидно То как Все это Представляется Народонаселению Народонаселение Все это Глотает А потом Удивляется Цифрам Инфляции Которая Кстати говоря Тоже официально Опубликована Росстатом Росстатом Согласно Которым У большинства Нашего населения Доходы Месячные В пересчете На душу Составляют Около 30 тысяч рублей В месяц Не больше А при этом За год Цены там На говядину Выросли на 15% На курятину На 31% Яйца Подорожали На 27% Капуста Поставил рекорд Подбирается К отметке Двукратного роста По сравнению С прошлым годом Ну и картошка Тоже Ну и естественно Картошка У нас не растет В стране Тяжелые климатические условия Морковка тоже не растет Про капусту Я уж не говорю А что бананы подешевели Вот Вот это как раз Самая большая радость Бананы подешевели Будем питаться Бананами В целом Продуктовая корзина Официальная Росстата Подорожала на 11% А годовая инфляция По данным Росстата Составляет 8% Есть разница 7,5 Ну ожидают 8 К концу года Значит Темп роста Цен на продукты Рекордные С 15-го года И Для семей Конечно Цены на продукты Гораздо болезненнее Чем там цены На гаджеты Гаджеты Меняются там Раз в несколько лет А продукты Ты каждый день Покупаешь Поэтому Такое вот Семейное Ощущение Инфляции Оно минимум В два раза выше Чем официальное Измерение Нам говорят Что ну К концу года 8% Это общий Показатель инфляции Официальный В наше с вами Восприятие Через свой карман Ну минимум На 15% Подскочили Это не беда Просто Могли бы более Скажем так Адекватно И честно Про это Рассказывать Но не могут Потому что Нам надо рассказывать Про то Какая эффективная Вертикаль И про то Как мы дружно Поднимаемся с колен Должен сказать Что Не все так плохо По сравнению С другими странами У нас еще Может быть Даже и ничего Потому что Например В Иране Значительно хуже Ситуация Об этом тоже Никто не говорит А там Сейчас Вот буквально В эти дни Разгорается Очень тяжелый Водный криз Давно предсказанный Поэтому еще Более поучительный Там людям Заниматься Политикой Запрещено Еще в большей степени Чем у нас Ну и значит Политика Занимается людьми Соответственно Коль они ей Не занимаются Причем в самом Таком неожиданном Облачении Ну в данном случае В экологии Главное Одна из главных Рек Персии Заян река Полностью пересохла И третий город Ирана Из Фахан Вообще Остался Без речной воды Там есть скважины Конечно То есть пить Есть что Но Русло реки Сухое И на этом Русле Тысяча протестующих Требует вернуть им речку Ну там естественно А речку украли западные Сполучи Ну К сожалению У них нет вот этой Замечательной Все объясняющей формулы Которая нам С вами знакома Что если в кране Нет воды То мы знаем Кто ее В Иране бы это Сработало Замечательно Но они У них Другой язык Поэтому у них Рифмы Другие Значит довольно трудно Обвинить Израиль в том Что он Выпил Эту самую Заян реку А так бы конечно Смогли Ну народ Протестует Народ требует Вернуть Украденную реку Не очень понятно От кого Информация оттуда Просачивается Скучно Журналистов Не пускают Похоже Что пик Кризиса Был где-то 19-20 ноября Тысяча человек Был на улице Их там Обстреливали Газом разгоняли Все как надо Разогнали И теперь Руководство страны Рассылает Очень характерные СМСки Своим гражданам Я процитирую Поскольку протесты Сокращаются Будьте любезны Убедиться Что ваше присутствие На этом месте То есть на сухом Смске Не будет использовано Иностранной прессой И врагами Для нагнетания ситуации То есть Если туда выйдешь То Ты несешь ответственность За то Что это может быть Использовано Иностранной прессой И врагами Которые тоже Кругом Сплотились Вокруг Ирана И в этом смысле Мы с ними конечно Духовно близки Это враги Изобрели Ковид Это враги Изобрели Глобальное потепление Интернет Миграционные потоки Я с ужасом думаю Что наверное Враги изобрели И радио Серебряный дождь Права человека Вот все Все это дребеднение Это все нам Подбрасывают Из-за рубежа Аят Аллахамени А что же мы то изобрели Тогда я никак не могу понять А мы как раз Изобретаем Примерно то же самое Что иранцы Вот Аят Аллахамени Изобрел Такую логику Что Водный кризис Он считает Главным приоритетом В деятельности Правительства И сразу же Велел гражданам Молиться О неспослании И дождя И объяснил Что все руководство Тоже молится Не сомневаюсь Что дождик Раньше или позже Пройдет Но река не вернется Потому что Эта проблема Связана не с плохим Настроением Аллаха Или с Происками Врагов А с тем Что население растет Там уже 4,5 миллиона человек И 80% Речной воды Идет на орошение Земледелия Там 10% Стратится на коммуналку Всего то 10% И всего то 10% На промышленность Структура водопотребления Такая чисто Средневековая А тут еще Глобальное потепление Понятно Что необходимы Огромные инвестиции Для того чтобы Оптимизировать Водопользование Ну например Облицевать Каналы По которым Распространяется вода Чтобы не просачивались Осадки Берега И русла И дно Этих самых Каналов Их нет Этих самых Облицованных каналов И не будет Озеро Гавхуни Красивое название Гавхуни Это концевой водоем В который Эта речка впадает Оно уже пересохло Стало Солончаком Ну точно как у нас Было с оралом В 70-х В 80-х Для того чтобы С этим бороться Нужно проводить Технологическую Революцию Причем Ее надо было делать Лет 20 назад А Иран Уже 500 лет С 16-го века До середины Прошлого века Значит Практически Два поколения назад Использовал Уложение Так называемое Тамар Это как раз 16-й век Когда весь сток Речки делится На 33 части Условно Потому что никто Конечно померить Строго это не может А потом Эти 33 части В обговоренной пропорции Распределяются Между районами И провинциями Но если воды нет То ты ее дели На 33 части Или на 45 Люди требуют Вернуть воду Которую кто-то украл Но они не требуют Новых технологий Они не требуют Не понимают Что для этого Нужны инвестиции Инновации А иранский режим Этого не допускает Потому что он суверенный Потому что он скрипоносный И потому что он призывает Молиться Аллаха И стабильный Стабильный 500 лет жить на одном и том же Это же стабильность какая Ну да Значит Какой сухой остаток Извините за дурную игру слов Люди Массы Хотят Чтобы за их Неготовность Неспособность Неумение Эволюционировать Платили те Кто к эволюции Приспособлен Но это очень Обычная история Точно так же Вот революционные Студенты Под гром Речей Господина Хамиини В 80-х годах Свергли гнилой Шахский режим И вернули страну Ну Укрепились они Начиная с 80-го года Ввергли страну Вполне такое Средневековое Высокодуховное Скрипное Варварство Антизападническое Симпатизирующее Путину Кстати И вполне взаимно То есть Слава богу Нам с Ираном Есть вместе С кем дружить И против кого дружить Кстати говоря Вот Тут я должен напомнить Что буквально Кажется Позавчера Лидер Талибана В скобочках Эта организация Признана у нас Экстремистской И террористической И террористической Да Забихулла Муджахид В интервью Издания Октагон Объяснил Что он поддерживает Людей Которые живут В Крыму И считают Что они имеют Право голоса И поэтому Раз они хотят Жить в России То пусть они Живут в России Это было с радостью Все Про Цитировано Потому что Наконец-то Нас уже Поддержали И талибан То есть Можно ли сказать Что талибан Признал Крым В некоторых мыслях Да Пока никто не признал Талибан Ни одного государства Еще по-моему То ли вануату То ли Ванулу Я не знаю Кто-то еще Какая-то важная Страна признала Крым Российским И это было С радостью Процитировано В большинстве случаев Они Патриотические средства Массоинформации Напоминали Что талибан У нас считается Террористической организацией Но в некоторых Забывали про это сказать Потому что теперь Талибан В общем правильный Он теперь делается Нашим партнером Вот смотрите Никарагуя Венесуэла Сирия Куба Северная Корея Судан И Палестина Вот теперь еще Талибан Теперь получается И Афганистан Даже наверное Можно говорить Так что С этим все Хорошо Я хотел бы Теперь еще Пару слов Сказать У меня тут Куча новостей Даже не знаю С чего начать Ну вот Важно Например Возвращаясь К финансам Отметить Незамеченную Большинством Войну Арендаторов Арендодателей Пятерочка В которой Многие Отовариваются Магазин Пятерочка Отказывается Платить Повышенные Цены За аренду Ну то есть Вот эти Большие Сетевые Магазины Они снимают Арендуют Помещения В хороших Выигрышных Местах Арендодатели Говорят Что Повышаются Цены Повышаются Зарплаты Им надо Получать Больше денег А Пятерочка Говорит Платить Не будем Отказывается Значит Конфликт Между Арендаторами Арендодателями Они сейчас Начинают Обычная История Нормальная Рыночная История Но Важно Что Иметь Ввиду Что И у Этих Есть Лоббитские Группы Они Спешат В правительство Они Приносят Свою Логику Продавцы Говорят Что Простите Пожалуйста Из-за Ковида Покупателей Стало Меньше Мы Не можем Платить Более Высокую Цену За аренду Помещений Арендодатели Говорят А у нас Та же самая Проблема Нам Не хватает Денег Чтобы Содержать Эти самые Арендные Помещения В должном Порядке У Питерушки Нет Централизованного Рендодателя У них Каждая Точка У них Есть Профсоюз У них Есть Лоббистская Группа Конечно У них Есть Защитники В той же Самой Государственной Думе Представители Крупного Бизнеса В этой Игре Проиграет Кто Потребитель Мы С вами Потому что У нас Групп Влияния Нет У нас Нет Весовой Категории Нам Тяжело С ними Мериться А у них Есть Они Начинают Эту самую Игру Кто Кого Сборит Это В общем Нормально Если Выиграет Пятерочка Тогда Выиграем И мы А если Выиграют Арендодатели То соответственно Повышение Арендных Плат Будет Включено В конечную Стоимость Продуктов Которые Мы Покупаем Тогда Мы Проиграем А здесь Мы И так И так Проиграем То что С экономикой Неважные Дела Хотя Она В этом году Чувствует себя Лучше Чем В прошлом Потому что Казалось Что Ковид Мы Победили Появились Признаки Роста И больше Денег Соберем В качестве Налоговых Поступлений Это Позитивная Составляющая Но Тем не менее Правительство Например Явно Не хватает Денег На то Чтобы Содержать Упадочные Дистофичные Моногорода В стране В связи с этим Министерство Экономики Планирует Уменьшить Число Моногородов Практически Вдвое Что значит Уменьшить Убрать их Из списка Никуда же Они не денутся На практике Они будут Существовать Как и раньше Вычеркиваем Да Их несколько лет Назад было Порядка 600 Сейчас по-моему 200 Нет В списке Теперь их число Предлагают Сократить До 63 Росчерком Пера По какому принципу Если этот Моногород Расположен Не дальше Чем в 50 Километрах От регионального Центра То он Не является Моногородом Потому что Если человек Потерял работу Он может сесть на электричку И приехать в город Все Значит Соответственно Из списка Вычеркиваем Мы тебя посчитали И вычеркиваем Ну например Это Тутай Ярославской области Там Благовещенск Башкирии Фантастик Фантастик Как Действительно Как Один Вот ты никогда Не догадался Так сделать И такая серьезнейшая Для страны Проблема Ну практически Решена Ребят Я в Житель моногородов Где нас слышно Я поздравляю вас Ну в общем Это будет делаться Конечно аккуратно Кроме этого Это только законопроект Еще в думе Там опять же Схлестнуться Есть силы Которые этому Сопротивляются Потому что Эти моногорода Они же не просто Мона Они как правило Завязаны На оборонку Это ведь Наследие Советской эпохи Когда был Оборонный завод И рядом с ним Спальный цех Да Да Где Это аналогия С посессионными Крестьянами Которые в петровские Времена Были приписаны К заводам И соответственно Вот был завод Каких-нибудь там Строгановых Или еще кого-то На Урале И крепостные крестьяне Которые были К этому заводу Приписаны Называлось посессия Посессионные И у них там были Естественно Общежития Где они жили Ну и пахали Всю жизнь На этом самом заводе И это было Очень эффективно Потому что Например Производство чугуна В России Тогда было На мировых уровнях И чугун Из Урала Через водные пути Притаскивали В Ярославль Дальше по Волге И через Северные Морские пути Экспортировали Даже в Британию Все это было Замечательно До той поры Пока британцы Не дошли До революции Доменного дела И соответственно Резко увеличили Производство Собственной стали Чугуна А вот это Посессионное На дровах Выплавление Чугуна На Урале Оказалось Неконкурентоспособным Сейчас нам Охотно Рассказывают Что мы были Лидерами По производству Чугуна Да были Но проиграли Технологическую Войну С британцами Потому что потом Стали британцы А мы соответственно Захлебнулись И уже Ко временам Александра Первого Или Николая Первого Британия Перехватила В свои руки Флаг Промышленной революции Мы продолжим Через несколько минут Независимый политолог Дмитрий Борисович Орешкин В студии Серебряного дождя И конечно же Продолжается Видеотрансляция На нашем канале Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова